Петровская барокко Стиль барокко зародился в Италии в конце XVI века и просуществовал примерно до середины XVIII века. Стиль, зародившийся в Италии, охватил всю Европу. Основной чертой этого стиля был возврат к ордерной системе, и в стиле барокко мы везде прочитываем ордера. Так, основными чертами барокко является торжественность, пышность, патетика, построение объемов с расчетом на зрительное восприятие с разных точек. Очень сложные объемные решения, резкие контрасты света и тени. Планы зданий усложненные. Очень много курдомеров, очень много резолитов, возможно, закрытые внутренние дворы. В русском барокко используются многоцветия. В барокко очень богатые интерьеры. Очень много позолоты, очень много зеркал, очень много живописи. Особый интерес представляет плафонная живопись и очень много скульптуры. Но, работая в стиле барокко, надо поговорить о том, а что же являлось все-таки стилевыми особенностями стиля именно Петровского барокко. Петровская барокко отличалась от барокко-европейского. Это был сплав исконно русских художественных традиций и формальных элементов, привнесенных из западноевропейских стран. Многообразию русского барокко способствовало индивидуальное творчество архитекторов, тем более иностранцев. Это были итальянцы, французы, немцы. Они, естественно, привносили какие-то свои черты, свойственные архитектуре национальной. Кроме того, очень сильное было воздействие древнерусских традиций. И это не могло не быть превалирующим в построении архитектурных композиций. И, наконец, нельзя забывать о роли заказчика. Главный заказчик в период Петровского барокко, его процветания, это был сам Петр I, который вникал во все архитектурные проблемы. Сохранено очень много чертежей, где он работал и над генпланом будущего города, и над проектированием многих дворцов и зданий. И главными чертами барокко это были в будущем многоцветия, но в период Петровского барокко это были два цвета. Это светлый тон и ярко-красный или приглушенно-красный, кирпичный тон. И это были закрепленные углы, рустованные рустованным камнем, или это просто наносился рисунок на штукатурке. Кроме того, были очень интересны и в том же тоне, что углы решены наличники, были интересны входы в здание, это были многоскатные крыши, это была очень интересная растекловка у окон. Об архитектуре Петергофа, нашей Жемчужины, где работали архитекторы Леблон, Микетти, Браунштейн, Демцов и другие, расскажет студентка нашего колледжа, отделение архитектуры Механошина Ксения. Петергоф. Петергоф как бы родился из пены морской, как бы вызван в жизни верением могучего царя, Александр Бенуан. Дворец Монт-Плезир, другое название Голландский домик. Строительство продолжалось с 1714 по 1721 годы. Архитекторами были Браунштейн, Леблон и Микетти. В 1714 году началось строительство по дворцам Монт-Плезир, а в 1723-м Монт-Плезир окончательно достроен. В 1959-м, в 61-м годах, послевоенная реставрация дворца. С дворца Монт-Плезир, с французского переводится как «Мое удовольствие», началось строительство ансамбля Петергофа. Дворец был любимым детищем Петра I. Император лично убирал место для застройки и бросал план здания. Центральный корпус одноэтажного Монт-Плезира был выполнен в голландской манере. От центрального корпуса здания влево и вправо расходятся две длинные галереи с плюстрадами. Галереи, находящиеся на одной линии с центральным корпусом, зрительно углиняют фасад дворца, а их высокие, насквозь прорезанные и застекленные арки, придают ему прозрачность и легкость. Перед северным фасадом дворца, обращенным в заливы, устроена морская терраса. Среди интерьеров дворца особого внимания заслуживают парадный зал и китайский пилилаковый кабинет. Парадный зал занимает среднюю часть центрального корпуса. Китайский кабинет представляет собой как бы небольшой музей китайского фарфора. Большой комментарий. Название Монглезер говорится, и мы ощущаем увлечение Петра Первого Голландией. И то, что он пытался очень много перенести из Голландии, из Венеции, мы будем ощущать и в других постройках Петербурга. Прошу, Патюш. Павильон Эрмитаж. Установка продолжалась с 1721 по 1725 годы. Архитектор Браунштейн. Павильон Эрмитаж возведен на берегу Финского залива. Идея его создания была привезена Петром Первым из Восточной Пруссии, где он видел подобный павильон. Название, которое в переводе с французского означает «приют отшельников» или «место уединения», объясняет назначение дворца и конструктивные особенности. Прямоугольное в плане двухэтажное здание высотой 11 метров покоится на сплошном массивном стилобате – 12,5 на 18 метров. Павильон окружен глубоким и широким рвом, а в первой половине XVIII века через него был перекинут разводной мозг. Отличительная черта облика Эрмитажа – это окна, застекленные двери с переплетами в мелкий квадрат. Они продают второму, более высокому этажу, почти прозрачность. Эрмитаж отличается точно найденными пропорциями, четкими членениями, пластическими проработкой и всех декоративных деталей. Углы и простеньки павильона подчеркнуты рустами, пилястрами Каримского ордена. В первом этаже павильона находится вестибюль, кухня с очагом и буфетное среднее помещение, где был установлен механизм подъемного стола. Второй этаж занят залом площадью 80 метров. Десять оконных проемов прорезают стены от плинтуса до карнизов. Из окон одновременно открываются дали и залива и аллеи, и парка. Один из самых впечатляющих эффектов круговой перспективы. Стены зала сплошь закрыты картинами, разделенными золочеными рейками. Строительство Эрмитажа по проекту Бронштейна началось в 1721 году и завершилось летом 1725 года. Я прошу вас дальше, потому что очень подробно и хорошо изложено. Дворец Марли. Установка 1720-1723 года. Архитектор Бронштейн. Марли – это дворец, расположенный в западной части Нижнего парка. Дворец получил свое имя в память о посещении Петра I резиденции французских королей в Марли-Леруа под Парижем. Сельковский Мари и окружающие его пруды и сады не повторяют французский прототип. От него заимствованы общие решения. Первоначально планировался одноэтажный. В процессе постройки по распоряжению Петра проект несли изменения, и дворец приобрел второй этаж, что придало пропорции на дворца уравновешенности и законченности. В объеме дворец это четко выгнено. В строительстве и декоре дворца Марли принимали участие скульптор Николай Пино и другие. В фасаде декорированы лаконичными деталями, хрустованные лопатки с дорическими капителями, балконы с кованными решетками, переплеты мелких квадратных стеклов и окон. Всего во дворце 12 помещений, не считая лестницы и двух коридоров. Необычно то, что во дворце нет традиционного парадного зала. Первоначально Марли использовался для проживания знатных особ, гостивших Петергоф. Однако уже в середине XVIII века он приобрел мемориальный характер в память Петра I. В 1899 дворец был полностью разобран для постановки на новый фундамент. Руководил реставрационными работами инженер Семенов. Все подлинные детали отделки были сохранены, а точность воссоздания была превосходной. С восточной стороны дворца Марли расположен Марлинский, а западные – секторальные пруды. Планировка Марлинского сада выполнена по канонам регулярного парка. Фонтанные каскады Петергофа. В 1714-25 годах были разбиты верхний сад в 15 гектар и нижний парк в 102,5 гектара. В 1720-21 годах для снабжения водой и фонтанов был построен водопровод с прудами водохранилищики. 20 августа 1721 года Петр I запускает знаменитые фонтанные каскады Петергофа и Большой, главный каскад. Строительство с 1715 по 1723 годы. Архитекторы Геглон, Микетти и Зимцов. Он расположен у подножья центральной части северного фасада Большого дворца и является его неотъемлемой частью. Эта идея оформления морского въезда в резиденцию водопадным сооружениям принадлежала Петру I. Большой каскад состоит из трех самостоятельных лестниц каскадов с 17 водопадными ступенями и гротами. Украшают каскад 37 статуй, 29 барельефов и более 150 мелких декоративных украшений. Неизгладимое впечатление производит 64 фонтанные ансамбля Большого каскада, которые одновременно выбрасывают 142 струи воды разных форм. Самсон. Установлен в 1735 году. Был отлит из свинца скульптором Растрелли. Эстамент спроектировал архитектор Зимцов. В 1801 году скульптуру заменили бронзовой группой, созданной Козловским. Установлен в честь 25-летия со дня победы под Полтавой над шведскими захватчиками. Скульптурная группа Самсон расположена в центре ковша бассейна у подножья Большого каскада. Каскад драконов или шахматная гора. Малый грот построил в 1716-18 годах архитектором Мрауштейном. Строительство малого мраморного каскада началось в 21 году автор Микетти. Новый проект в 1739 годах воплотили архитекторы Зимцов, Бланк и скульптор Оснер. В 1769-м деревянные ступени разломали и натянули просмоленный холст, разрисованный в черно-белую клетку. Этот рисунок сохранился и на новых ступенях, а каскад драконов с тех пор стали называть шахматной горой. В 1859 году были сняты деревянные драконы, а на их месте в 74-м году установили свинцовый дракон, хопитый Берлиной. Каскад Золотая гора. В 1721 году был создан проект Микетти. В 1724-м летом 1732 года Зимцов, декоративные украшения, украшения ступеней полосами золоченой меди и т.д. В 1870-м архитектор Бенуа, облицовка мрамором поверхности ступеней взамен оплывших свинцовых, статуй и установка мраморных. В 1945-1949 реставрация, а в 1978-м капитальная реставрация. Вместо деревянных боковых лестниц были установлены гранитные, расчищены и восполнена первоначальная облицовка пропеток. Каскад находится в западной части Нижнего парка. Фонтан Адама и Ева. В 1717-м скульптуры заказаны по испоряжению Петра I венецианскому скульптору Банатца. Фонтаны выполнены по проекту архитектора Микетти. В 1721-м установка четырех трильяжных беседок под две у каждого фонтана. В 1722-м открытие фонтана Адама. Осень 1726-го фонтан Ева был закончен и опробован водой. В 1947-м реставрация статуи скульптором Захаровым. Фонтан Солнце. В 1721-1723-м в центре пруда под руководством Бронштейна и Суалема был сооружен фонтан по проекту Микетти. В первозданном виде он просуществовал около 50 лет. Очень о многом еще можно рассказать. И Ксения наверняка нам бы рассказала и поведала и о других фонтанах, и о шутихах. Но мы остановимся. Архитектура Петергофа уникальна. Парк Петергофа уникален. Петр Первый хотел, чтобы парк Петергофе превзошел по красоте Версал. И взгляд любителя говорит, что Петергоф великолепен. И та проблема, которую решает барокко, это связь среды и архитектуры, здесь осуществлена великолепно. И вот весь изложенный материал это подтверждает. Об архитектуре Меньшиковского дворца в Санкт-Петербурге и об архитектуре некоторых других дворцов расскажет Петрова Анастасия. Меньшиковский дворец в Санкт-Петербурге. Начали строительство дворца в 1710 году под руководством архитектора Фонтана и Шеделя. Работы велись так активно, что к 1711 году большая часть дворца была построена. Кроме главного здания дворца, на территории усадьбы построили также церковь Воскресенье, выходажный дом секретаря генерала-губернатора и деревянный посольский дворец, в котором проводили торжества и большие приемы. За зданием дворца разбили огород и сад. Фасад здания был довольно вычурно украшен скульптурами, пилястрами и фронтонами, украшенными позолоченными коронами. Над парадным входом выстроили балкон-галерею, на котором вмещался оркестр. Внутреннее убранство дворца было призвано поражать посетителей своим пышным великолепием. Первый этаж дворца занимали мастерские и служебные помещения, а на втором этаже жила семья князя. В 1731 году дворец был отдан в распоряжение к детскому корпусу. В 1966 году дворец передали государственному эрмитажу, и в 1981 году им открыли Меншиковский дворец-музей. Небольшой комментарий. Меншиковский дворец интересен не только своим экстерьером, он интересен еще и интерьерами, и особенно второй этаж великолепен. Половина этого дворца занимали Варварина палату. И среди интересных интерьеров это использование изразцов, и особенно великолепная одна комната, в которой и стены изразцы, и потолок, и пол. И этим, конечно, дворец выделяется. Ну, а на фасадах мы видим пилястры, видим обработанный Каримский ордер во всем его великолепии. Это, конечно, черты европейского барокко. Прошу вас. Большой Рейнбаумский дворец. Это один из немногих памятников Петровского зодчества, сохранившихся до наших дней. Другое название дворца – Меншиковский. Он был построен в 1710-х, 25-х годах архитектором фонтана и шедерем. Возвышенность, где находится этот великолепный, обращенный к морю и развернутый по дуке длиной в 210 метров дворец, имеет два яруса террас с отвесными стенами, пантусами и лестницами. Терраса составляет подножие дворца и передает его облику монументальность, торжественность и неожиданную легкость. Здание как бы парит над берегом. Главный корпус дворца двухэтажный. К нему с обеих сторон примыкают развернутые дугой одноэтажные крылья. Они заканчиваются высокими павильонами. К павильонам с южной стороны примыкают флигеля. С 1762 года во дворце работал архитектор Ринальди. Переделав террасу, он сродил великолепную гранитную лестницу с полуциркульными балконами. Интерьеры дворца были украшены живописью, хлебкой, тканями и зеркалами. В наше время в Большом дворце ведутся реставрационные работы. Следующий дворец – это Константиновский. Строительство дворца началось в июне 1720 года по замыслу и под руководством архитектора Никола Микетти. Но, однако, не окончив строительство, господин Микетти погибнул Россию. И строительство дворца продолжил по его проекту Усов, а затем закончил Семцов. Дворец стоит на краю естественной береговой гряды. Его высокий, несколько вытянутый корпус виден издалека. В средней части он прорезан тройной сквозной аркадой, сквозь которую видна тенищая даль залива. Эта аркада – пышные лепные наличники многочисленных окон, группы колонн, фигурный фронтон в центре. И, наконец, сами масштабы дворца выделяют его среди аналогичных построек четверти XVIII века. Несколько лет назад дворец и предупрекающая территория были реконструированы с размахом, достойным российских императоров. С тех пор в официальных кругах его называют дворцом конгресса. Великолепны эти дворцы, но еще более великолепны территории, которые окружают эти дворцы. И стиль барокко как раз всем и великолепен, что это не только архитектура, но и это ландшафтная архитектура. Это все в едином комплексе поражает зрителей. Разрешите поблагодарить студентов за проделанную большую работу по сбору и оформлению материала. Самостоятельная работа студентов над материалом по курсу истории архитектуры является необходимой частью для общего культурного развития. Это способствует более глубокому изучению предмета и прививает любовь к будущей профессии. Благодарю вас. Продолжение следует...